А вот поясните, пожалуйста, правда ли то, что стоят войска Украины на нашей границе? Ну, украинское, так сказать, так называемое государство, вернее его остатки, возглавляемые бандитами при чатчем власти, концентрируют свои войска на границах с Россией. Цели очевидны, как говорится, помните, как финны, пару раз вырезать по нашей территории для того, чтобы спровоцировать российскую сторону на ответные действия. Я думаю, план у них очень прост. Сейчас на границах с Украиной, западных, Польши, Венгрии, Румынии концентрируется войска НАТО. Видимо, они хотят тем самым спровоцировать нашу сторону на ответный удар и тут же обратиться к НАТО. Иначе бы, конечно, беззубое украинское правительство не рискнуло бы попытаться напасть на Великую империю. Ну, а вообще ихними действиями руководят из США все-таки? Сейчас украинское государство, так называемое, остатки его, как я уже говорил выше, полностью под контролем американцев. То есть американцы руками простых украинцев пытаются воевать, в смысле нанести максимальный ущерб России. На нашей стороне это все, конечно, понятно. И мы стараемся максимально-максимально снизить количество возможных жертв в этом конфликтке. Не между Россией, а между украинцами. Россия здесь выступает просто гарантом стабильности и безопасности на Украине. Вообще, честно говоря, мы в последнее время слишком часто говорим о Юго-Востоке. Но я уверен, российское руководство точно так интересует жизнь простых украинцев. Тяжелая, кстати, жизнь простых украинцев на Ровенщине, во Львовской области, в Закарпатье. Они там все стунут, там уж голову даже поднять нельзя. Там уж бандеровцы разгулялись во всю силу. И люди живут под ежедневным страхом и гнетом вот этих фашистовующих организаций, которых там много собралось в правом секторе. Они, уж там все вот эти вот бесконечные реквизиции, внесудебные, так сказать, расправы и так далее, это уже привычное дело на Западной Украине. Да, Юго-Восток восстал, потому что не собирается находиться под гнетом фашистов. И, в общем-то, это было очевидно. Конечно, только федерализация спасет Украину, чтобы она осталась единым государством. Но, в общем-то, к этому дело, видимо, в конце концов и придет. А то они уже тут же сразу президентом, чтобы побыстрее делить всевозможные портфели и остатки финансовой былой мощи этого государства. Когда мы разделялись, Украина была в большие шансы стать мощным, сильным, одним из сильнейших государств на Украине. Но, как правило, Украиной руководили немощные политики. И вот к чему, к какому плачевному состоянию все это привело. Я просто думаю, тот же восставший Донецк, Херсон, Харьков и так далее, и остальные регионы просто говорят решительно нет фашизму на Украине. А такие ребята типа Кернеса, которые руководят Харьковым по сей день, которые меняют ленточки Георгиевскую, потом ножов на Блокитные и так далее, периодически вот именно такие гады и больше всего вредят украинскому народу. Вот эти перевертыши. К сожалению, практически вся украинская власть сегодня перевертыши. То они туда побегут, то сюда побегут. Вот это и приводит к трагедии всего народа, как ни крути, народа под 50 миллионов. Вот они сейчас страдают, и в некоторых городах, особенно на Юго-Востоке, ощущается серьезный, серьезный уже, так сказать, недостаток продовольствия. Вот что с этим будет делать украинское так называемое руководство, пока трудно сказать. Вместо продовольствия и чего-то еще они шлют на Юго-Восток танки, бронетранспортеры и вертолеты. Вот уже в некоторых городах перестрелки начались. Но надо запомнить одно западным украинцам, ну в смысле представителям, которые пришли, что вклад в Великой Отечественной войны Востока Украины был огромен. И во многом, во многом именно представители Восточной Украины в рядах советской армии пришли в Берлин и разгромили. Как раз таки западенцев тогда в то время, помню, вылавливали по лесам и насильно мобилизовывали. А весь Восток мобилизовался и пошел на Берлин. У этого народа большие воинские традиции. Не стоит их дразнить двумя танками, разъезжающими по полю. Потому что если они разозлятся, в конце концов, я думаю, сами украинцы освободят свое государство от мнета фашизма. В общем, так к этому дело и придется. Что касается, возвращаясь к концентрации, не стоит украинским правителям сегодняшним шутить с Россией. Шутки эти могут закончиться для них плохо.